Мы сегодня присутствуем на открытии выставки. Она называется очень символично «Вода, земля и воздух». И для нас, в принципе, для экологов, это очень символичный и важный праздник, потому что гидрометеорологической службе 190 лет. А это говорит о том, что еще у истоков в Российской империи стояли вопросы окружающей среды и климата. Здесь на выставке, она хоть и небольшая, но она показывает непосредственно, каким инструментарием пользовались разные поколения гидрометеорологов для того, чтобы непосредственно использовать это в своей работе. Метеорологическая будка, такие будки стоят и по сей день. Они практически дошли до настоящего времени без изменений. В метеорологических будках располагаются приборы, которые требуют защиты от осадков, прямых солнечных лучей и, конечно же, от порывов ветра. Например, здесь в будке мы поместили на верхней полке барограф, а на нижней полке термограф. Экспозиция разделена на несколько разделов. Они связаны с теми величинами, которые измеряются. Влажность воздуха, количество осадков, температура почвы. А также огромный такой раздел, посвященный измерению скорости, направления ветра, атмосферного давления, температуры воздуха. Есть приборы начала прошлого века. Это, например, барометры. И вплоть до 2010-х годов, например, флюгер, буквально 2010-х годов. Современный радиозонд тоже 2010-х годов. Он даже будет еще использоваться после выставки для настоящих аэрологических наблюдений. Эволюция метеорологических приборов, она, может быть, не так интенсивно развивалась, как и другие отрасли. Тем не менее, сейчас на метеосети сохранились и табельные приборы, которые очень похожи на классические, которые изобрели достаточно давно, на простых принципах. Тем не менее, они до сих пор как резервные могут использоваться. По сути, это исток, и от этого идет много процессов, которые изучают и прогнозируют процессы. Целые институты существуют, которые дают информацию, какие климатические, глобальные процессы происходят. И это очень важно.